вот такой красивый может быть осень у нас середина сентября дождь за окном всем привет вы у меня на канале прогулки на пенсии а мы с вами сегодня гуляем по такой осенней красоте в дождь вышла смотрю все пожелтела покраснела обычно я как-то не застаю этой красоты потому что вдоль дороги у нас очень много деревьев карагача а он раньше всех сбрасывает листву вот эти вот красненькие желтенькие это как раз вот этот карагач и там у нас находится пар хочу посмотреть на парк в дождь если вы со мной оставайтесь перейдем дорогу и пойдем в парк вдоль дороги деревья уже все говорят о том что осень наступила а в парке в нашем в котором в октябре обычно все желтым желто от кленов пока еще царит такая полуосень как я называю почти никого нет из гуляющих а так жаль температура достаточно теплая чтобы гулять просто в легкой курточки под огромным зонтом я взяла зонтик очень широкими полями развернула его над головой стучит дождь по моему зонту а я решила погулять пусть еще нет той золотой красоты которая здесь появится совсем скоро но уже достаточно красиво достаточно волшебно что ли волшебная хочу погулять по этому волшебству обычно я всегда говорю как здорово как здорово на пенсии это как здорово на пенсии то недавно поймала себя на мысли что прошло уже три года как я ушла с работы и отдыхаю на пенсии гуляю так быстро пролетели эти мгновения вот знаете как не годы а просто часы поэтому и вас всегда призываю гуляйте гуляйте на пенсии потому что время хоть мы и сами придумали такое понятие но она все таки быстротечно и вот я хотела вернуться к этому же пока работаешь именно в такие дни вот сегодня суббота дождь ведь никого вообще никого нет в парке благодаря своей подруге у меня две подруги и обеих зовут маринами и та и та в любую погоду гуляет марина алексеевна всегда гуляет при любом раскладе и всегда спрашивает а ты сегодня гуляла я к сожалению гуляю не каждый день пытаюсь пытаюсь себя вытащить ну вот знаете вот что-то вот какая-то лень и марина алексеевна не всегда пример в этом а вторая подруга марина капитоновна она гуляет с внучкой и гуляет каждый день и всегда в любую погоду и гуляют они по многу часов и она тоже для меня пример потому что она всегда подчеркивает что нет плохой погоды а есть плохая одежда поэтому какие-то дождевики какие-то штаны и прочее она многое шьет сама себе своей внучке а многое она говорит можно купить сейчас потому что сейчас на какой только спрос нет одежды и дождевиков и всяких штанов и всяких накидок и это действительно так поэтому вот я сейчас вышла у меня есть зонт у меня есть хорошие башмаки хорошие в том смысле что они непромокаемые у меня есть кроссовки но я поняла что в кроссовках вот в такую погоду все равно не комфортно они все равно промокают потому что осень это ведь еще и время когда очень хорошо видны все недочеты ремонта дорог и поэтому именно осенью мы сталкиваемся с тем что дорожки которые мастили летом весной они все в лужах огромных глубоких и поэтому даже в кроссовках ходить некомфортно поэтому пришлось обращаться к белорусской обуви я знаю что белорусская обувь многим не нравится своей не привлекательностью не презентабельностью внешне а я так как у меня широкая нога всегда ну я не знаю лет тридцать уже покупаю обувь именно белорусскую на мою широкую ногу и и не надо раздашивать мне удобно и осенняя обувь мне удобно и зимняя обувь и вот я решила пойти посмотреть что-нибудь еще на осень виде туфель и действительно белорусская обувь предлагает такой товар непромокаемый то есть и подошва у него непромокаемая и вверх я была очень довольна отдела свои макроступы и отправилась на прогулку вот своих макроступ ах вот они какие очень удобные поддерживают пятку верх непромокаемый и иду радуюсь и говорю фирме марку белорусской обуви огромное спасибо обувь для прогулок обувь для прогулок с детьми для бабушек и для мам тоже на низком каблучке моя марина алексеевна всегда говорит гулять нужно не пять минут а примерно 90 минут вот я сегодня вышла и буду гулять ровно 90 минут чтобы наполнить легкий кислородом полюбоваться ну и набрать те километры которые набегут за эти 90 минут так что спасибо дорогие мои подруги две мариночки мои благодаря вам я гуляю смотрю на вот эту неземную красоту листья полу желтые есть и зеленые но уже сквозистые ну не красиво ли обычно когда я работала я не успевала на начало осени то есть я успевала может быть на ту пору когда уже парк засыпан листвой опадающий да я все-таки пыталась найти время и прибежать посмотреть на эту красоту а вот на начало осени все было некогда какие-то дела 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 смотрите капельки на ветках а вот сейчас я решила буду ходить если могу ходить буду ходить и смотреть на все моменты осени сейчас вижу на клумбах уже запустили но тем не менее смотрите как хорошо светет геранька просто пышно ярко хотя клумбочка не прибрана работы ведутся вот вы видите что здесь герань была часть кустов выкопали и посадили хосту ну то есть какая-то работа ведется постоянно что-то подсаживается это понятно но геранька все равно хороша она такая не приди не презентабельная вроде бы вроде бы но на самом деле я люблю этот цветочек такой яркий и неприхотливый кстати хоста она хороша лет через 5-7 когда разрастется это будет огромный огромный куст а пока это вот три листочка и знаете хосту когда посадишь года 3 она просто замирает она наращивает корневую систему и в это время ни красоты ни вида от хост нет поэтому пока вот эти герани и медленно под их листвой тихонечко разрастаются хосты лет через 5-7 да будет замечательно будет красиво вот я вижу где-то на горизонте среди зелени еще не желтеющих клёнов желтую желтую полосу там где клёны на открытом пространстве они уже красно желтые у нас 1 сентября была достаточно холодная погода а если холодно ночью и более-менее тепло днем то это обеспечивает вот такую яркость листьям осенью поэтому сейчас посмотрим на одиноко стоящие клёны которые уже зовут полюбоваться осенними красками их листвы время обидел мы но никого не на площадках особо нет но вот в середине парка я все-таки увидела да гуляют гуляют и дети с родителями там с бабушками с кем-то со взрослыми в основном это вышли прогуляться с собачками хозяева так почти никого нет а ведь здорово гулять в дождь и я люблю это делать просто заставить себя в выползти кажется да ну там плохо а действительно когда у теперь у тебя хорошая экипировка то есть у тебя есть там плащ или куртка которую не жалко в дождь которая намокнет и тебе не жалко или там у тебя хорошая обувь хорошая в смысле непромокаемая и не такая из-за которой ты будешь волноваться что там пашмаки промокли а потом скукожились и их жалко то есть когда у тебя есть нормальная одежда для прогулки специально гулять гулять очень хорошо ну вот эти клёны которые стоят на открытом пространстве 3 серединный клён красно-желтый остальные желтоватые очень красиво конечно скоро весь парк запылает желтизной потому что в основном здесь клёны такими желтыми листьями но когда вот похолодание такое ранее сентябре клёны покрывается еще и красный такой краска сверху и становится еще краше хотя здесь у нас есть и клёны с красной листвой видите под ногами и я заметила что клёны с красной листвой они опадают раньше всех вот еще на аллее который мы стоим клёны почти все зеленые а вот этот один был краснолистный он уже весь облетел видимо самый теплолюбивый клёнчик ну спасибо что ты нас порадовал спасибо за твою красивую красную листву в этом парке есть рябинки и обычно я не люблю рябины в парках потому что они почему-то очень хилые всегда очень такие болезненные а в этом году как никогда на рябинах красные грозья да в таком количестве что это красиво здесь две рябинки растут или три хочу вам показать их тоже конечно очень жалко что все деревья у нас обрезаются неправильно рябинки тоже обрубили внизу зачем-то не знаю зачем а так крона была бы еще пышнее рябинки тоже начали краснеть вернее желтеть листочки но ягод в этом году много обычно очень скудно а в этом году много клумбы уже все конечно погасли да и они не были яркими в этом году высажены были здесь растения которые теплолюбивые конечно хосты пока еще такие дохленькие однолетники конечно после первого сентября сразу все поникли потому что у нас резко первого сентября наступило похолодание поэтому все клумбы стали некрасивыми но это не страшно зато это похолодание принесло красоту клюв нам в парках люблю этот парк потому что он именно в основном кленовый погибшие клёны заменяют березками я против этого потому что осенью березки некрасивые долго хотя у них до желтенькие монетки листочки но очень часто ну как-то это не одновременно что ли получается вот когда клены в парке желте это как-то одновременно очень ярко очень сказочно а у нас есть парки где посажены березы и вот до конца чуть ли не до середины октября они такие грязно-зеленого цвета потом идет дождь со снегом и потом они как-то некрасиво все падают уже непонятно какого цвета под ноги а вот если осень стоит достаточно теплая да березки одаривают нас ярко желтыми листочками но это бывает очень редко поэтому в парках конечно выгодно чтобы были клёны клёны они такие всегда яркие разноцветные радостные деревья в такие сумрачные дни выглядывают клёны ярко-красные видите среди крон деревьев а это вот на горизонте липы липы тоже совершенно некрасивое дерево осенью листья грязно-желто-коричневые то есть нет такой красоты яркой как у клёнов поэтому вот в такой мне кажется погоде как наша московская ну и вообще среднерусская полоса конечно нужно в парках для красоты высаживать клёны клёны рябинки да изредка потому что они не каждый год одаривают нас своей красотой и когда в парке разнообразие то например весной мы можем полюбоваться цветением каштанов я очень довольна и рада что когда этот парк облагораживали несколько лет назад вот появился фонтан у нас посадили и каштаны в этом парке они были два или три деревца старые возле детской площадки а тут подсадили новые ну потому что это деревья которые весной хороши и если посадить разные породы деревьев в парке ну конечно то в любую пору мы сможем любоваться красотой вот хосты перед нами посмотрите на горизонте какие ярко желтые у них листья хотя хоста теплолюбивое растение и очень быстро ну первые заморозки делают хосту некрасивые листья ее жухнут поникают и становятся такими грязно-серыми она листики свои опускает но вот сейчас пока тепло 12 градусов дожди ну смотрите на клумбе она таким ярким ярким желтым пятном смотрится замечательно а хосты белесые ну пока белесые тоже хороши то есть все продумано но это будет через несколько лет красота когда войдет в силу а так хоста конечно это беспроигрышный вариант в парке в любом не надо часто поливать она сама себе растет и растет так сейчас смотрится открытая полянка там где растут клёны возле фонтанчика фонтанчик не работает хотя работал недавно я видела пока фонтаны у нас не отключены по моему с первого числа да редко можно увидеть эти все спортивные снаряды чтобы никого здесь не было летом ну а осень у нас если вот такая дождливая весна здесь конечно пусто поэтому я за то чтобы такие снаряды были под укрытие на воздухе но под укрытием потому что у нас климат другой у нас климат не одессы не испании не франции поэтому такое оборудование не копеечная будет мокнуть всю осень и всю весну как бы без дела стоять только хорошую погоду летом здесь много народу а если бы это было под навесом каким-то просто легкий навес уже совсем другое дело доставка работает видимо люди боятся высунуться пойти куда-то кофеёк попить это уже пиццу съесть не хочется вылазить заказывают на дом день-то субботний напоминаю в основном все дома а вот мы с вами гуляем да еще и пойдем и съедим пиццу и выпьем кофейку в такую погоду отлично посидеть где-нибудь после прогулки хотела сюда дойти как раз чтобы посмотреть на листья вот этого красного клеона он спрятался за липой огромной и клен уже созрел листья этого клена вызрели поэтому он очень быстро опадет день-два и все его листики будут на земле поэтому эту красоту и нужно сейчас смотреть такой яркий контраст знаете липа еще темная а рядышком раз и та же липа вся ярко-желтая от чего это зависит не знаю может быть от полива эта липа стоит вроде бы на пригорке она не одна здесь несколько а вот эта липа рядышком вот такая почему-то ярко-желтая а это еще вся зеленая может быть липа это другого вида я не знаю а и 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 Бесагузка ходит без сапожек по лужам смело, а на лужах пузыри. Когда-то бабушка мне говорила, если на лужах пузыри, дождь будет идти долго. Ну, по прогнозу погоды, неделя будет дождливая. Вот то, о чём я вам говорила. Это такая площадка возле сцены. Она заасфальтирована вроде бы. И если погода недождливая, то поверхность кажется ровной. Смотрите, как дождь показывает все минусы работы тех, кто занимался асфальтированием этой площадки. Эти огромные лужи сразу показывают все косяки. Точно так же и на дорожках, по которым мы с вами идём. Но хуже всего, конечно, в переулочках и улочках. Там, где вроде бы всё заасфальтировали, а там такие лужи огромные, которые показывают качество работы. Ну, как течёт. А я спокойно, смело, чап-чап-чап-чап-чап-чап. По этой речке импровизировано иду. Знаю, что мои башмаки непромокаемые. Ох, белорусы, спасибо вам большое за мои башмаки. О, какие лужищи. Видите, какой перепад высоты здесь. Что здесь такие лужи огромные. Хотя площадка вроде бы заасфальтирована. Просто болото. Просто болото. Здесь получше. Здесь уже всё хорошо. Это я вам и говорю. Все косяки. И вылезли осенью. Осень строгий. Судья. Она показывает нам сукоризной, где что мы накосячили. Абнатолий. 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 Вот и приходится обходить эти лужи, хотя вроде бы все заасфальтировано. Столько сюда всего вложено, прежде всего человеческого труда. Но все это тяп-ляп. И все это видно, когда идет дождь. И все это видно. Ой, знаменитое деревце. Одно из моих любимейших. Его, конечно, опять, к моему сожалению, обрезали неправильно. Срезали все шикарные ветки, кроны, которые и давали красоту этому дереву. Это черемуха. Причем не просто черемуха, непростая. Ягодки на этой черемухе красные, но они несъедобные. Это черемуха, которая произрастает в Америке с огромной, красивейшей кроной. Ну вот, изуродовали деревце, спилив две огромные ветви. Но она все равно стоит. Красавица. Молодец. Что она может сказать? И как может действовать против людской глупости? Никак. Увидела снова клен с красной листвой. Хочу подойти к нему. Все-таки это у нас редкость. Пойдемте полюбуемся. Ох, красиво. Такая все-таки природа благодарная. Как не обрезают эти бедные деревья неправильно. И кусты все-таки в нашем благодатном, я считаю, все-таки благодатном климате, где достаточно дождей, все это растет пышно, ярко. то есть как человек не издевается над природой, а природа как, знаете, как мать снисходительно все-таки смотрит на нас с улыбкой, с нежностью. И все равно одаривает нас и одаривает любовью, красотой, здоровьем, впечатлениями, которые нам только на пользу, только на здоровье. Поэтому, когда видишь все это ощущаешь, что все это живое. И иногда укор видишь со стороны кустов неправильно обрезанных или деревьев, такой молчаливый укор. Ну, я говорю, как мать порой смотрит на ребенка, который не понимает, что творит в силу того, что он ребенок. У него еще голова не понимает, что он делает. Так и мы, люди с вами. Ой, как хорошо. Чудесно просто. Я не люблю, знаете, осень где-то в ноябре, когда уже легкий такой морозец пощипывает. Везде слякоть, грязь и нет еще снега. Хотя сейчас я думаю, что это тоже из-за плохой экипировки. потому что та же теплая куртка, обувь хорошая, теплая и перчатки и все. Ну, естественно, свободные руки, потому что, когда ты бежишь на работу, я помню, и компьютер с одной стороны, сумка с другой стороны и еще что-то, и еще что-то, какие-то покупки, если ты бежишь назад. А тут ты идешь, руки свободные, кроме камеры ничего нет. Ну, зонт, если дождь. То есть, это совсем другое. Начало парка. Не случайно здесь такие атрибуты, потому что парк в честь 30-летия Победы. Очень долго он стоял неухоженный, заброшенный и стало здесь как-то что-то меняться лет 10 назад. А буквально 2-3 года назад появились и детские площадки, клумбы, скамьи поменяли. Ну, пока вот так. Чудесный парк, чудесная погода, так что гуляйте, гуляйте на пенсии, без пенсии. Желаю вам здоровья, благополучия и увидимся. Слушайте дождь, слушайте, что он вам шепчет, а он всегда принесет все ответы на ваши вопросы, если вы гуляете, думаете, мыслите. Дождь обязательно подскажет правильное решение. Всех благ вам! Субтитры создавал DimaTorzok и следует... Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok